Привет, с вами Эндрю Крэмор и это сайт videocopilot.net В этом уроке мы будем иметь дело с некоторыми продвинутыми способами переключения дневного времени на ночное и попробуем достичь примерно вот такого результата. Вот это первоначальная запись. Как вы видите, она сделана в дневное время. Если вы займётесь переключением со дня на ночь, то есть несколько пунктов, о которых нужно помнить во время съёмки. Например, о том, что снимать лучше в тени, ну или, по крайней мере, не под прямыми солнечными лучами. Может быть в сумерках, или в тени дерева, или за какой-нибудь горой, что-нибудь в этом роде. И постарайтесь не перебарщивать с выдержкой, пусть она будет меньше, чем обычно. И даже если вы всё сделали правильно, всё равно есть возможность, что съёмка будет неудачной. Потому что съёмки иногда просто выглядят неестественными. Но с помощью этого урока вам, возможно, удастся улучшить качество съёмки. Вы, наверное, заметили, что говоря о неудачной съёмке, я сказал «карп» вместо «крэп» – «отстой». Я сделал это не из соображений вежливости, а намеренно. Но вы когда-нибудь видели карпа? Это огромная рыба. Вы только посмотрите. Поэтому вместо того, чтобы вырубаться, можно просто сказать «холли карп», батмен. У нас есть съёмка. Давайте начнём. Выбираем слой съёмки, затем эффект Color Correction, Hue Saturation, и эффект Color Correction, Curves. Немного уменьшим уровень Saturation. Если не будет света, то и цвета, естественно, тоже не будет. Поэтому слегка убавим его. Раскрашивание съёмки в синий цвет может показаться нелепым примером, но он действительно помогает добиться желаемого результата. Поэтому именно этим мы и займёмся. Для начала, избавившись от белых участков, опустим верхнюю точку этой регулировки кривой и добавим кривую контрастности. Далее выбираем Red Channel и чуть-чуть снижаем его уровень. Это придаст зелёного оттенка изображению. Затем выбираем Blue Channel и повышаем его уровень, что сделает изображение более синим. Также мы можем приподнять верхнюю часть кривой вот сюда, что добавит синего оттенка небу на съёмке. С первым шагом покончено. Мы сможем вернуться ко всему этому чуть позже и ещё немного отрегулировать цвета. Но сначала мы удваиваем слой съёмки. Далее попробуем сделать её ещё более тёмной. То есть вместо того, чтобы сфокусироваться на изображении в целом, мы обратимся ко второму слою съёмки и сфокусируемся на части, изображающей небо. Убедимся, что для второго слоя съёмки мы также применили функцию Hue Sturation. И опять тщательно избавимся от белых участков. Далее помещаем функцию Hue Sturation под функцию Curves. Затем подключаем функцию Colorization и прокручиваем её вперёд до тех пор, пока изображение не станет синим. Можно ещё чуть-чуть увеличить уровень Sturation и поэкспериментировать с контрастностью. Напоминаю вам, что пока что мы фокусируемся только на горизонте и небе. Ещё немного увеличиваем уровень Sturation. Теперь всё, кроме верхней части изображения, выглядит не самым лучшим образом. Но зато эта верхняя часть выглядит очень неплохо. Далее выбираем второй слой и применяем к нему Rectangular Mask Tool. Накладываем эту функцию на изображение таким образом, чтобы она закрывала всю его верхнюю часть, и увеличиваем уровень Mask Feeder, чтобы размыть края изображения. Нажимаем клавишу F, с помощью которой подключаем функцию Feeder. Это отличный способ добавить различных светофильтров к изображению неба на съёмке. Эти эффекты можно будет применить одновременно как к первоначальной съёмке, так и к фоновому слою. Опять же возвращаемся в фоновый слой и выбираем регулировку функции Curves. В выбранном меню добавим чуть больше синего, с помощью снижения уровня красного цвета и поднятия уровня синего цвета. Можно также уменьшить уровень общей яркости. Затем выбираем меню Effects & Process. Печатаем в строке Stop Light. Выбираем фильтр CC Stop Light и применяем его к созданной нами новой серой основе. Фильтр Stop Light хорош тем, что позволяет создавать отличные результаты освещенности и характеристики для каждого созданного варианта. Отрегулируем параметры этой функции. Уменьшим высоту примерно до 20. И радиус угла Con Angle. Но увеличим уровень Softness. Можно даже еще чуть-чуть повысить его. Теперь, когда с этими установками все в порядке, устанавливаем опции функции Render на Light Only и меняем Transform Mode на Classic Color Dodge. Затем с помощью нажатия клавиши F4 переключаем слой серой основы в 3D формат. Теперь мы можем повернуть этот слой по нисходящей линии и установить его в качестве площадки или пола. С этого момента нам понадобится увеличить интенсивность освещения и продвинуть ее вплотную к машине. Далее мы удваиваем этот слой основы и подвигаем его таким образом, чтобы получить как бы отсвет от двух фар. Вы можете отрегулировать этот момент на свое усмотрение. Затем создаем вспомогательный слой No Object и тоже переключаем его в 3D формат. Далее переходим в режим Top View и регулируем местоположение слоя No Object так, чтобы он совпадал с установками освещения. То есть, если свет расположен вот тут, то нам нужно, чтобы No Object тоже был примерно здесь. Повернем его чуть-чуть по оси Y. Возвращаемся в режим Active Camera. Далее выбираем слой с огнями фар и при помощи функции Parent прикрепляем их к слою No Object. Это нужно для того, чтобы при передвижении слоя No Object свет фар следовал за ним, и его можно было бы легко поворачивать и так далее, чтобы иметь возможность впоследствии подключить съемку. Переименуем слой с огнями фар в Stop. Затем у слоя No Object поключаем функции Position, Scale, Rotation и помещаем их на слой 3D. Наша задача — подключить движения к изображению таким образом, чтобы свет двигался вместе с движением машины. Некоторые моменты, которые нам предстоит сделать, будут достаточно детальными, другие — быстрыми в исполнении. Время, потраченное на них, зависит от того, насколько тщательно вы хотите заняться обработкой этого эффекта. Но я совершенно точно не хочу обрабатывать все это слишком долго. Я расскажу вам только об основных понятиях. Нам нужно повернуть и этот слой тоже, потому что свет фар поворачивается вместе с движением машины. Вы могли заметить, что даже с небольшим количеством ключевых кадров композиция все равно может выглядеть вполне неплохо. Естественно, нам нужно, чтобы в приложении к съемке все это выглядело так же хорошо. Можно отключить этот средний ключевой кадр, тогда поворот света будет непрерывным. После того, как вы подрегулируете все эти установки, все должно выглядеть совсем хорошо, так как вы сможете вращать слой No-Object как угодно, и даже уменьшать его в размере, чтобы получить именно тот вид, который вам нужен. Теперь создаем новую черную основу. Займемся созданием фар. Выбираем эффект Generate Lens Flare. И в графе Lens Tape выставляем 105 мм Prim. Помещаем этот эффект ровно по центру. И выбираем эффект Color Correction Curves. Добавляем немного черного цвета, чтобы по краям свечения все было темным, а не ярким. Затем выбираем эффект Color Correction Hue Saturation. И подключаем к Cleanse Flare функцию Colorize. Можно добавить чуть желтоватого оттенка. Нажимаем клавишу F4 и меняем Transform Mode на Add. Далее мы увеличиваем масштаб созданного слоя и отодвигаем его назад. Но нам совсем ни к чему вот эти острые края. Поэтому мы будем отодвигать шкалу Curves до тех пор, пока они не исчезнут. Можно также пододвинуть все это так, чтобы самое яркое пятно было по центру. Именно это мне нравится в регулировании изображения с помощью функции Curves. Затем возьмем слой черной основы и наложим его на слой освещения. Пододвинем немного и уменьшим в размере. Затем удваиваем слой черной основы и отодвинем второй слой в сторону. Мы всегда можем уменьшить эти слои так, чтобы один из них был ярче, второй тусклее, чтобы не светил прямо в камеру. Это отличный способ придать изображению еще большую правдоподобность. В обоих случаях выбираем функцию Position и Scale и подключаем к обоим параметрам ключевые кадры. Затем проматываем запись и следим за тем, чтобы они совпадали со светом фарб. Придется помучиться, чтобы все совпало и получилось, но результат того стоит. Вы также можете попробовать применить функцию Tracking для съемки в том случае, если запись не очень динамичная. То есть, если съемка показывает не несущуюся и резко поворачивающую прямо на камеру машину, а спокойно едущий автомобиль. В этом случае применение Tracking достаточно удобно. В другом случае мы просто выбираем вот это меню. Выставляем ключевой кадр посередине и состыковываем изображение со светом. После к нему можно будет применить инструмент Tool, или приглушить яркость фар, или что-либо еще в этом духе. В любом случае, сама суть эффекта останется неизменной. Временно отключим слой No Object. Вы можете увидеть пример того, что мы пытаемся создать. Мы, конечно, можем создать изображение световых лучей, пробирающихся сквозь завесу пыли и освещающих пространство, но в реальной жизни мы не часто видим подобное явление, так как свету не приходится постоянно пробиваться сквозь грязную дорогу. То есть не грязную, а пыльную. Я, кажется, потерял логику изложения. Когда мы ведем автомобиль по улице, то, как правило, нет ни особой пыли, ни особого освещения. Поэтому наша задача создать тот свет, который отбрасывает фары и источники, которые этот свет производят. В первую очередь необходимо убедиться, что на изображении присутствуют отраженные подсвеченные участки, и чтобы сам свет не казался мутным. Поэтому мы переходим к следующему пункту. Представим, что на заднем фоне есть какие-то дома, в которых, допустим, горят окна. Создаем новую основу, светло-оранжевого цвета. Применяем функцию Mask, небольшого размера, или, воспользовавшись инструментом Paint Tool, создаем более детальную маску. И представим, что на нашем изображении, к примеру, был фонарь. Можно добавить ему немного свечения. Вот как мы это можем сделать. И, конечно, нам нужно добавить созданное уже имеющемуся изображению, к примеру, с помощью ключевых кадров. Если бы на изображении имелись окна, то к ним тоже можно было бы применить эту технику и подсвечивать их тем же образом. Возвращаемся в Google, поиск картинок. В поисковой строке набираем Night House, дом ночью. Вам предложат на выбор несколько различных вариантов, глядя на которые, вы сможете понять, как именно должен выглядеть оконный свет ночью, и сделать выводы относительно того, как применить это освещение в созданном вами изображении. К примеру, в ночное время яркое комнатное освещение с улицы кажется оранжево-желтым. Нужно попытаться его создать. Можно также попробовать создать эффект фонаря на веранде. Как вы видите, свет как бы не спадает по стене. В верхней части более теплых тонов, ниже более холодного оттенка. Все эти нюансы можно держать в голове на случай, если вам придется когда-нибудь сталкиваться с ночной подсветкой. У меня есть еще один пример, которым я с вами поделюсь. Вот такой кадр. Я взял его с сайта siloconimaging.com. Он общедоступен, и я, естественно, их рекламирую, так как утащил это изображение незаконно. Так что это мой способ сказать ребятам с этого сайта, «Эй, я вас взамен прорекламирую». Итак, вот первоначальный вариант изображения. Как видите, оно не стемнено, но при этом оно обладает тенями. То есть, это идеальный кадр для переключения в ночной режим. С помощью некоторых эффектов мы придадим освещенности окну и подсветим одну сторону лица человека, изображенного на снимке. Поместим этот кадр на новую композицию. И проделаем примерно то же самое, что мы делали раньше. Выбираем эффект Color Correction, Hue Saturation. И эффект Color Correction, Curse. Затем немного уменьшим уровень Saturation. И уровень общего освещения. Добавим контрастности. И выбираем Red Channel. Избавимся от излишков красного оттенка. Выбираем Blue Channel, чтобы добавить изображению синего. Оно стало темнее. Потом удваиваем этот слой изображения. Это придаст основной темноты. И переустанавливаем показатели функции Curse, вместо того, чтобы использовать фильтр Colorize. Возможно, некоторые из вас уже заметили, что регулировка функции Curse в большинстве случаев физически выполняет те же функции, что и фильтр Colorize. Для начала изыбаемся от черных участков. Создадим опорную основу для конкретного цвета. Создадим ее для лица. Выглядит неплохо. Затем создаем новый регулирующий слой. Опускаем его под слой опорной основы. И переменяем к нему функцию Curse Adjustment. Затем меняем показатели Track Matte на Luma Matte. С помощью нажатия клавиш F4. Теперь с помощью регулирующего слоя мы можем увеличить гамму, то есть сделать этот участок изображения более ярким, или добавить синего оттенка, чтобы кадр был как будто подсвечен лунным светом. Этот эффект всегда смотрится неплохо. К тому же, мы добавили его лицу немного оранжевого цвета. Такого эффекта невозможно было бы добиться ранее. Но нам нужно двигаться дальше. Делаем еще одну копию слоя изображения. Выбираем инструмент Paint Tool. Да, я знаю, что это всего лишь картинка, но я хочу показать вам, как правильно ее обработать. Обрисовываем всю форму окна целиком. Применяем функцию Substraction Mask в руке человека. Затем нажимаем двойное M. Выбираем Substract для второй функции Mask. При таком подходе все эти функции работают лучше, и вы можете обрабатывать каждый объект в отдельности. К примеру, сначала совместить этот Mask с окном, и только потом уже переходить ко второй части и регулировать пересекающиеся участки. Выставляем функцию Mask Feather на два пикселя и добавим яркости изображению. Для этого выбираем функцию Curse Adjustment. Не забывайте, что комнатное освещение ночью выглядит оранженым, поэтому сначала выбираем Red Channel, добавляем оттенок красного, а затем Blue Channel, чтобы убавить синеву изображения. Таким образом окно выглядит ярко освещенным. Далее выбираем Effect, Styles, Glow. Увеличиваем радиус освещения, но уменьшаем его яркость. Все это создает впечатление, что с улицы в комнату проникает свет. Теперь возвращаемся к регулирующему слою и делаем его цвет более красным, поскольку теперь у нас есть источник, свет из которого может падать на изображение. Как вы могли убедиться, основная техника достаточно проста, но при внесении подбочных эффектов, дополнительных слоев и так далее может немного усложнить задачу. Примерно то же самое происходит, когда вы покупаете упаковку хлопьев для завтрака, и видите, сзади на изображении игру, волшебный глаз, зашифрованное изображение, как в компьютерных играх. И если вы посмотрите на картинку под определенным углом, а потом отдалите коробку от лица, то увидите 3D изображение, к примеру, скейтборда, или еще что-нибудь, настолько же тупого. Я, кстати, никогда не вижу этих штук. Я столько раз пытался, и у меня даже была книжка, которая рассказывалась, как это делать. В любом случае, меня зовут Эндрю Крэмор, спасибо, что смотрите мои уроки. Не забывайте читать мой блог и оставлять комментарии. Также не забывайте приобретать товары в нашем онлайн-магазине. Увидимся!